Чемпионат России – один из главных этапов отбора в национальную сборную для участия в предолимпийском чемпионате мира. Он состоится в сентябре в казахстанском Нур-Султане. Именно там будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому в Сочи спортсмены демонстрировали свои лучшие приемы. Страсти кипели и на трибунах. В чемпионате участвовали ведущие борцы сборной России – заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, призеры чемпионатов мира и Европы. У российских борцов лидирующие позиции в мире и есть огромный потенциал – нарабатывают его вольники в Сочи. Каждый спортсмен мечтает на Олимпиаду попасть. Поэтому будем стараться. Пока у нас есть чемпионат мира, попробуем попасть туда. Мы регулярно тренируемся в спорткомплексе Александра Карелина. В гостинице весны проживаем. Очень шикарные условия. Спортзал как для джудаистов, так и для борцов. Все на высшем уровне. Дагестанца Саида Гамидова называют перспективным спортсменом. В будущем у него есть все шансы стать лидером тяжелого веса. Саид не подвел тренеров, впрочем, как и его товарищи по команде. Сборная Дагестана по вольной борьбе стала сильнейшей, на чемпионате России в Сочи, завоевав 18 медалей. Успешно выступили и кубанские спортсмены. У местных борцов также есть все условия для сборов и тренировок. Если говорить в целом о том, какое внимание и лично губернатор уделяет этому виду спорта, все вы знаете о той программе, которая у нас принята. До 2023 года в Краснодарском крае в каждом крупном муниципальном образовании, а их у нас 44, должно появиться по центру единоборства. Сочинская федерация спортивной борьбы приняла активное участие в подготовке чемпионата России. Занимаются сочинские вольники в спорткомплексе Александра Карелина, рука об руку с именитыми спортсменами. А накануне юные борцы стали еще и свидетелями чемпионских схваток. Все наши мальчишки, а их у нас уже 1500 человек, они присутствуют здесь, смотрят, общаются с мастерами, общаются с олимпийскими победителями нынешними прошлых лет. Для мальчишек это большая честь. У нас есть договоренность с главными тренерами сборной о том, что одаремые сочинские, краснодарские, то есть всего края дети присутствуют на сборах, участвуют, живут бесплатно, питаются, занимаются. Представляете, это какой опыт. Соответственно, конечно, после этого хочешь не хочешь, должен выиграть. Результаты чемпионата страны будут учитываться при формировании национальной сборной для участия на чемпионате мира. Состав команды станет известен в августе.